Давайте поговорим про подкисление сусла. Из-за информации мы обратимся не к каким-то особо знаменитым блогерам или к каким-то форумам самогонщиков, а мы откроем учебник Яровенко «Технология спирта. Страница номер 30». Посмотрим, что он там пишет насчет этого. Страница 30 учебника, параграф «Вода». И давайте посмотрим, что же там про кислотность говорит Яровенко. Смотрите, что здесь написано. Для проведения всех технологических процессов, а речь здесь как раз идет о бражке, требуется слабокислая реакция среды. PH от 4,5 до 5,5. И вот сразу хочу внести пояснение. То есть многие и не могут понять, какая среда считается кислотной, какая щелочной, какая нейтральной. Вот если возьмем обычную водопроводную воду, питьевую, которая течет из-под крана, то там среда нейтральная. Там PH обычно в районе 7, плюс-минус немножечко. Если PH смещается в меньшую сторону, то есть меньше 7, то среда уже считается кислотной. Если больше, щелочной. Читаем дальше. Так, крахмалосодержащие сырье разваривается тем быстрее и полнее, чем ниже PH. При PH 4,5-5,5 крахмал скорее осахаривается амилолитическими ферментами. Вот это возьмите себе на заметку те, кто работает с зерновыми. PH от 5 до 5,5 наиболее благоприятен для спиртового брожения. И здесь речь идет не только о зерновом сырье, но и о амиласе. Нейтральная и слабощелочная реакции среды способствуют развитию кислотообразующих бактерий. В щелочной среде при брожении может образовываться глицерин. А теперь давайте послушаем, что об этом о кислотной среде еще говорит Сергей Юрьевич Макаров в своем интервью. Павлу, это канал Азбука Винокура. Кислотность получается, мы делаем это не для того, чтобы дрожжам легче работать, а чтобы убрать какую-то микрофлору. Ну, у микрофлоры, ну, у нас, я же сказал, что, хотя, допустим, когда мы говорим о сусле из яблок, там, конечно, может быть грязь и плесень, там, все что угодно. Поэтому лучше плесень не выдерживает кислой среды. Вот, ей обязательно нужна нейтральная и слабощелочная, поэтому лучше, конечно, смотреть. Но яблоки, они сами по себе кислые, как правило. Ну, если нет, то лучше, конечно, подкислить по аж где-то по пятерке. Плюс к этому в этих условиях дрожжи лучше себя чувствуют. Они кислотообразующие, они любят кислоту. Они живут на фруктах, а на фруктах всегда кислые. Особенно они из-за белых фруктах, все возможно. Дрожжи любят кислоту, говорит Сергей Юрьевич. И давайте теперь опять к учебнику Яровенко посмотрим, какие же в производстве применяют кислоты для того, чтобы подкислить сусло. Страница 32, видите, здесь параграф кислоты используем для подкисления сусла. И читаем, для подкисления дрожжевого сусла в производстве спирта из крахмала содержащего сырья применяют серную кислоту, для подкисления миласного сусла серную и соляную кислоту. Вот миласное сусло, оно очень близко к той сахарной браге, которую мы с вами ставим. Потому что в основном миласное сусло состоит из того сахара, который в процессе переработки уже не добывают. То есть считается экономически невыгодным отбивать этот сахар из миласного сусла, потому что вроде как его там содержится не очень большое количество. Но вот с другой стороны, для производства спирта миласу используют. То есть использовать миласу как отход производства для производства спирта оказывается выгодно. Давайте подытожим пользу от подкисления сусла. Во-первых, осахарование в кислой среде идет гораздо лучше. Во-вторых, кислотная среда препятствует возникновению молочно-кислых бактерий. Ну и в-третьих, дрожжи в кислотной среде чувствуют себя гораздо лучше, а значит брожение идет гораздо активнее. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова